Эту запись сделал один из паломников, приехавших в Афон. Он остановился в гостинице при монастыре, а ночью был разбужен странными звуками, как будто кто-то пел в храме. Недоумевая, почему служба идет в такое позднее время, он оделся и спустился вниз. Заглянув в церковь, мужчина был поражен, внутри никого не было. Но откуда доносились голоса? Более того, в зале храма было светло, но ведь за окном была ночь, и все свечи были погашены. Шокированный мужчина бросился в свою комнату, схватил магнитофон и вернулся, чтобы записать чудесные звуки. Версия о том, что на пленке записано пение ангелов, кажется невероятной. И чтобы разгадать эту загадку, исследователи провели экспертизу. Изучили записанные голоса. Результаты поразили даже ученых. Они заявили, что эти голоса не могут принадлежать людям. Звук на пленке записан без пауз для вдохов. Человек так петь не способен. Неужели паломнику удалось записать пение ангелов? Если это действительно так, значит библейские легенды о существовании небесных посланников правда? Они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Так говорится об ангелах в Священном Писании. Бесплотные существа более совершенные, чем человек. Древние тексты гласят, что ангелы – это добрые духи, данные человеку для защиты. Они невидимо находятся при каждом из нас на протяжении всей жизни. Есть в разных традициях разное описание этих ангелов. Под ангелами не надо подразумевать существа наподобие людей или животных. Это принципы, это законы, это просто силы. Допустим, возьмем ветер. Кто-то считает, что ветер – это просто ветер. Но в определенных традициях говорится о том, что в ветре есть воля и в ветре есть какое-то сознание. То есть ветер может думать, ветер может как-то изменяться. И, соответственно, можно попытаться поговорить с ветром. Это, например, в шаманизме используется. Но если ангелы невидимы, откуда появилась традиция изображать их в человеческом обличье? Пытаясь найти ответы, исследователи обратились к библейским текстам. Православие допускает, что ангелы имеют и материальное воплощение. Ведь это тварные существа, то есть, как и человек, сотворенные Богом. Соответственно, если они тварные существа, то они имеют определенную природу. Это что означает? Что они не являются совсем полностью духовными и бестелесными. То есть они, возможно, имеют какое-то определенное материальное свойство, но которые отличаются от человека. Эти фотографии были сделаны в разное время и в разных точках земного шара. На них отчетливо видны светящиеся фигуры, напоминающие людей. Но как они оказались на снимках? Долгое время считалось, что размытые светящиеся объекты появляются на пленке из-за дефекта фотокамеры. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, исследователи собрали десятки фотографий и провели экспертизу фотоаппаратов, на которые они были сделаны. Результаты оказались поразительными. Все фотоаппараты были исправны. Но тогда что за сущности попадали в объективы фотокамер? На планете существуют некие законы, некие силы, скажем так. Можно назвать это божественными законами. И каждый этот закон несет свой принцип. И все в мире подчиняется этим принципам. Абсолютно все подчиняется им. И у любого принципа есть источник, откуда этот принцип рождается. Чтобы легче было понять, можно представить, что есть некие каналы энергии. Энергетические каналы. И, соответственно, они рождены где-то, в каком-то источнике. Этот источник обладает разумом. И, в принципе, именно вот эти разумы в священных писаниях называют ангелами. Во все времена наши предки верили в добрых духов, которые их оберегают. В легендах народов древней Месопотамии сохранились упоминания о персональных богах, которые охранили жизнь и благосостояние всех людей. Ангелы — это светлые, доброжелательные существа. Чаще всего они приходят в этот мир, чтобы спасти человека от смертельной опасности. Многие древние тексты гласят, что при рождении каждому человеку дается духовный наставник, который остается с ним до конца дней. В фольклоре древних армян есть упоминание о том, что ногти новорожденным стрижет их ангел-хранитель. И когда они играют вместе, младенец улыбается. Эти и многие другие открытия позволили ученым выдвинуть версию о том, что все дети способны не только видеть, но и общаться со своими небесными хранителями. А совсем недавно эта версия нашла научное подтверждение. Эксперты Британской педагогической ассоциации провели необычные исследования. Они опросили около сотни детей и обнаружили, что треть из них никому не рассказывала о том, что они видят ангелов во сне. Но самое удивительное в том, что некоторые дети рассказали, как не раз встречали своих небесных хранителей наиву. Однажды 12-летняя Аня из небольшого белорусского города Солигорск в канун Рождества обратилась к маме с недетским вопросом. Она мне говорит, мама, а ты знаешь, а у всех людей на свете есть ангел-хранитель. Я говорю, ну да, у всех людей есть ангел-хранитель. И у старых, и у молодых, у всех. Я говорю, у меня есть, и у тебя есть. Нет, мама, а у меня два. Я говорю, почему два? Ну, вот у всех ангел-хранителей у меня так два. Ольга не обратила внимания на фантазии девочки. Но пройдет совсем немного времени, и она вспомнит эти слова с дружью в сердце. Был апрель 2010 года. На улице грязь и слюкать. Аня все никак не хотела уходить с детской площадки. Она каталась на роликах. Вокруг не души. Ольга сидела поодаль и наблюдала за девочкой. Она увидела момент падения. Помнит до сих пор, как кадры замедленного кино. Аня еще не коснулась земли. Ольга уже знала, девочка падает как-то не так. Вот она, когда вот здесь вот упала, она упала прямо вот между этими двумя колоннами. Вот, ее не видно отсюда. И меня-то не сильно было видно, потому что я стояла возле здания. Вот, она упала, руку схватила, держит руку, плачет. В оцепенении Ольга смотрела только на руку девочки. Таня, естественно, изогнулась. Перелом стучало в голове у матери. Все это длилось какие-то доли секунды. Вдруг на совершенно пустой улице появился незнакомый мужчина. Как ниоткуда, как из воздуха. Так раз, прохожий. Хватает он, подбежал, быстрее, быстрее, давайте, надо в приемный покой. Хватает Аньку на руки, быстрее, быстрее, я ее сейчас донесу. Куда, в панике думала Ольга. Больница на другом конце города. А девочка уже теряет сознание от болевого шока. Но мужчина бежал к трассе. Там уже остановилась чья-то огромная машина, красный внедорожник. Останавливается, выскакивает оттуда мужчина, бежит к нам вот сюда через улицу. Быстрее, быстрее, я вас сейчас довезу. Я вас сейчас довезу до приемного покоя. Вот этот человек, значит, Аня у него на руках. Он нас провожает к машине, открывает двери, заталкивает нас туда всех грязных, с грязными роликами. Ну, апрель нечисто, естественно. Вот с грязной собакой с нашей, с грязными лапами. Заталкивает в этот свой велюровый бордовый салон. Вот всех вот так скопом. За пять минут они домчались до больницы. На руках донесли девочку до приемного покоя и исчезли так же мгновенно, как и появились. Ольга была сама не своя от переживаний. Она и думать забыла о тех незнакомцах, когда неожиданно от тягостных мыслей ее отвлекла дочка. Она лежит и говорит мне, мама, ну неужели ты их не узнала? Это же были они, это были те вот два. Они же мои ангелы-хранители, это были мои ангелы-хранители оба. Ольга после этого еще пыталась найти тех людей. Переживала, что не успела поблагодарить. Солигорск, город небольшой. А та машина была уж очень заметной, но найти ее Ольга так и не смогла. Как будто все это Ольге лишь приснилось. Она уже почти уверовала в то, что, возможно, действительно ее девочку хранит кто-то свыше, пока не случилось горе. Это вот, это было апрель месяц, конец апреля. Вот. А в июле месяце Аня нашей не стала. Она утонула. И утонула она вот буквально вот у нас тут вот речка, там дальше детский пляж. Она утонула на детском пляже. Ольге суждено было пережить самое страшное – потерю ребенка. И понять, были ли действительно у ее Анечки ангелы-хранители. А если были, то почему они ее не уберегли? Поверьте, никто никогда не уходит несвоевременно. Если человеку суждено родиться, он родится, какие бы обстоятельства вокруг не складывались. Если ему суждено погибнуть, он погибнет, какие бы обстоятельства не складывались. Я много лет служил в армии, и у меня на практике было достаточно много возможностей изучать этот феномен. Когда человек, абсолютно, так сказать, имеющий тотальные повреждения, несовместимые с жизнью, на первый взгляд, с точки зрения современной науки и медицины, остается живой, а другой человек, имеющий незначительные повреждения, абсолютно, уходит из этой жизни. Ольга все еще продолжает верить в ангелов-хранителей. Более того, она постоянно чувствует незримое присутствие Ани рядом с собой. Возможно, Аня теперь сама стала ангелом, как все ушедшие дети. Многие религии говорят о том, что после смерти дети становятся ангелами. Их чистые души поднимаются к небесам, где им дается право выбора – жить в раю или стать ангелами-хранителями. Продолжение следует... Продолжение следует... «Сколько имен своих предков ты знаешь, столько ангелов-хранителей оберегают тебя». Это цитата из древнерусского предания. Изучая древние тексты, историки нашли множество свидетельств тому, что наши предки верили. После смерти каждый человек становился для своих родственников ангелом-хранителем. А мы же все попадаем в роль наблюдателя за своими потомками. Все мы в какой-то мере будем ангелами-хранителями для своих потомков. При условии, если мы получим максимально положительную оценку при жизни. И тогда у нас появится степень свободы предупреждать наших потомков. Это не кто-то со стороны. Это мы сами через время можем зайти в эту роль. Актриса Яна Поплавская точно знает, как выглядит ее ангел-хранитель. Это ее прадедушка, который перед смертью передал маленькой Яне золотую нательную иконку. Семейную реликвию, передающуюся из поколения в поколение. Понимая, что скоро он уйдет из этой жизни, он снял из себя этого нательного ангела-хранителя и передал его мне. А, естественно, моя мама задала вопрос, почему мне, а не ей. И дедулечка сказал такую странную фразу, для меня тогда странную, что каждый знает, кому передать ангела, а нужно передавать его тому, кому он нужнее. В ее жизни было много необъяснимых событий. Но тот день Яна не забудет никогда. Это была суббота, я это запомнила на всю жизнь. И мой старший сын, Клим, очень рвался на работу к отцу, чтобы не сидеть дома. Я почему-то категорически этого не хотела. Не потому, что предчувствовала что-то неладное. Просто хотела, чтобы сын остался дома делать уроки. Яна тогда сидела дома со вторым ребенком новорожденным. И Клим все-таки уговорил ее отпустить его. Проводив мужа и старшего сына, Яна прилегла к своему малышу и уснула. И мне приснился совершенно чудовищный сон, что я вижу нашу зеленую БМВ, абсолютно разбитую, просто всмятку. И, ну, машины фактически нет такой месива. И что рядом на асфальте, как будто я видела это сверху, лежит мой старший сын. Какая-то часть ее мозга пыталась напомнить, что это всего лишь сон. Но ощущение было настолько реальным, как будто непоправимое уже случилось. Она стала звонить мужу на работу. На охране ответили, что те уехали на машине обедать. Сотовыми телефонами тогда еще не пользовались. Были пейджинги. Яна стала отсылать сообщения за сообщением. Часами. Никакого ответа. Работники пейджинговой службы настолько прониклись волнением Яны, что уже сами звонили ей, пытаясь объяснить, что делают все возможное, чтобы связаться с Сергеем и Климом. К Яне уже приехали близкие друзья. Все, до кого она смогла дозвониться. Но от мужа везти все не было. Прошло, наверное, около пяти часов. И у меня наступило такое состояние отупения, что у меня просто пульсировала в голове одна мысль, что я хочу услышать звонок, что я не могу находиться уже в неведении. Но все это время я молилась. Все это время я... Хотя еще раз напоминаю, это сон. Я просила Господа Бога только о том, чтобы Он уберег моего ребенка от того, что я увидела. Когда через пять часов раздался звонок, и Яна услышала голос Сергея, она не дала ему говорить. Сорвалась в крик. Я ему кричала в трубку. Я понимаю, что машина разбита в дребезги, но это кусок железа. И дальше я перешла на шепот, потому что это было страшнее всего. Я задала ему прямой вопрос. Я его спросила, жив ли Клим? Ребенок был жив. Но спасся не иначе, как чудом. Потому что машина действительно была искорежена. Позже, когда супруги обсуждали те события, Сергей был просто поражен. Яна описала страшную картину аварии в мельчайших подробностях. Все было точно так же, как я ему сказала, только конец этого сна был совершенно другой в реальной жизни. И машина действительно была в смятку. Потом, когда я ее увидела, и когда я ему описывала Сергею это дома, у него были вот такие глаза. Он говорит, ты что, ты как-то могла это увидеть? Это просто не может быть. В тот момент, когда я наметалась по квартире и молилась за спасение сына, Сергей остановил машину у Макдональдса. Решил сходить за едой сам, оставив сына в машине. Он дошел до окошка, стал делать заказ. Он говорит, я не могу тебе объяснить, у меня возникло какое-то такое чувство, как будто у меня в голове такое привнесенное. Забери ребенка, забери ребенка, забери ребенка. И он сказал девушке, что он вернется. Отправился опять в машину. Прошло не более 30 секунд после того, как Клим вышел из машины вслед за отцом. Они не успели сделать и нескольких шагов, как были оглушены страшным грохотом. Когда они обернулись, наша машина на месте не была. Удар был такой силы, что припаркованная машина, припаркованная, она вот так вот перелетела. Четыре машины и врезалась тоже стоящий Мерседес. Вот. Естественно, от машины все, что там было, то есть бардачки, там оторвало даже вот зеркало заднего вида, которое было в салоне, вылетели задние колонки. То есть в машине было просто месиво. Машина не подлежала восстановлению. Но это было пустяком по сравнению с тем, что могло бы произойти, если бы не вмешательство высших сил. Я почему-то думаю, что мой ангел-хранитель, он показал мне то, предупредил меня. А вы знаете, как сильна материнская любовь, охрана и все. И так как я на протяжении пяти часов, поверив в этот сон, так молилась и так просила, чтобы с моим ребенком ничего не случилось, что Господь Бог и ангел-хранитель Клима и мой спасли его. Ну, это мое вот такое, ну, пусть человеческое, пусть женское, какое угодно трактование событий. По мнению исследователей, ангелы-хранители чаще всего появляются в тот момент, когда человек находится на грани между жизнью и смертью. Какая-то необъяснимая сила заставляет нас остановиться перед мчащейся машиной или поездом, сдать билет на самолет, которому суждено рухнуть. Интуиция штука дана нам природой прежде всего для безопасности. На заре времен, когда не было оружия у человека, каким-то образом нам удалось выжить нашим предкам. То есть не имея толком разума, не имея толком никакого оружия, да. Представляете, вот огромное количество диких зверей, природа, леса, тайга, опасности, огромное количество опасностей. Вот. Еще непонимание природы там, молнии, электричества, огня и так далее. Но при этом человечество каким-то образом выживает, не имея ни клыков, ни когтей. Не имея большой скорости перемещения в пространстве. Не имея возможности летать. То есть мы явно проигрывали перед всеми остальными видами животных. Но мы выигрывали в интуиции. И именно она позволила продвигнуться в плане прогресса. Недавно российские ученые опубликовали результаты исследований, которые стали настоящей сенсацией. За последние 10 лет от авиарейсов, закончившихся катастрофами, отказалось на 20% больше пассажиров, чем от благополучных. Люди без каких-либо причин сдавали билеты, и это спасло их жизни. Найти логическое объяснение этому феномену ученые так и не смогли. Но был один факт, который положил начало новому исследованию. По воспоминаниям пассажиров, отказавшихся от рейсов, перед полетом было слишком много свидетельств того, что о грядущей трагедии их предупреждал кто-то из вены. Но кто? В тот день студентка Тюменского государственного университета Дарина Варламова прилетела в Москву из Риги, где отдыхала у друзей. Самолет приземлился в аэропорту Домодедова. Люди стали в спешке собираться. Доставать свою ручную кладь. Странно, но Дарина никак не могла найти на полке свой компьютер, хотя точно помнила, положила туда. Оказалось, стюардесса переложила его на другое место. Наконец, упаковавшись, девушка направилась к выходу. И вдруг услышала голос. Подожди, стой. Дарина обернулась. Она последняя в самолете. Все остальные уже вышли. Накатил страх, потому что тот голос как будто бы раздался в ее голове. Какой-то гулки необычный. Дарина на минуту замешкалась. Но выходить из самолета все же было нужно. И потом мы проходили по вот этому крылу, которое вот от самолета до аэропорта. И просто вот был страшный грохот. И я даже не помню, что я сделала, что было. Но люди просто в ступоре остановились и не знали, куда идти. То есть они просто замерли. Позже по всем мировым СМИ разлетится страшная весть. Террорист-смертник подорвался в московском аэропорту Домодедово. Погибших 37 сотни пострадавших. Но в тот момент в окутанном дымом аэропорту Дарина не понимала, что происходит. Она молча пошла туда, на взрыв. Именно здесь она бы оказалась, если бы не замешкалась в салоне и вышла на несколько минут раньше. Накровавленные люди. Кто-то мечется в панике, кто-то молчит, как в ступоре. Там очень много людей лежало, покалеченных. То есть они нуждались в помощи. И дети, и взрослые. Ну, я как могла, конечно, я их успокаивала. Чем помочь? Я особо в медицине, то есть, ну, вообще не разбираюсь никак. То есть и вообще у меня было состояние ступора. Просто я вот на них смотрела, и я не могла ничем пошевелить даже. Ну, вообще, движений никаких не могла предпринять, кроме как вот просто к ним подойти и просто вот рядом сесть. Вот, потом где-то 40 минут только спустя уже приехали медики. Эта картина навсегда врезалась в память девушки, как и тот голос. Но кто предупреждает нас об опасности? Умершие родственники, ставшие нашими ангелами-хранителями? Или этому есть другое объяснение? Бывший военный врач Александр Литвин выдвигает на этот счет свою теорию. На самом деле ангелами-хранителями являются не конкретные люди или существа. На самом деле ангелами-хранителями являются эмоции, которые генерили и которые получали в свой адрес наши предки. Вот насколько они правильно распоряжались своими эмоциями, насколько они правильно относились к людям и насколько они были справедливы, настолько счастливы будут потомки. Получается, что счастье наших детей зависит от того, сколько добрых поступков мы совершали в жизни. Звучит невероятно, однако совсем недавно было найдено научное подтверждение этой гипотезы. Считается, что все дети приходят в этот мир безгрешными. Они счастливы уже от того, что появились на свет, и все, что им нужно, это забота и тепло матери. Однако недавние открытия ученых доказали, что в каждом человеке еще до его рождения формируется ген, в котором закладывается информация о том, будет он счастлив при жизни или нет. Если в нашем роду, в нашем клане, если у наших предков все было нормально, то, в принципе, и у нас все будет хорошо. Можно назвать эту эмоцию положительную ангелом-хранителем. И если в нашем роду, в нашем клане и у наших предков были совершены ошибки, то мы лишаемся этой эмоции, которая нас защищает. То есть мы в данный момент, здесь и сейчас, создаем положительную энергию, положительное поле деятельности для наших потомков. Если говорить конкретно, мы своими мыслями, эмоциями, действиями, действиями или бездействиями, поступками задаем уровень интуиции нашим потомкам. И если наш потомок счастлив, значит, мы прожили правильно. Если он несчастлив, будем испытывать состояние ада. Открытие гена счастья стало настоящей сенсацией. Оказывается, этот ген есть у каждого из нас, и ученые считают, что им можно управлять в течение жизни. Однако никто из них не в силах до конца разобраться в этой уникальной особенности человеческого организма. К тому же, как понять, какая участь уготовлена тому или иному человеку? Ответ на этот вопрос, уверены ученые, кроется в прошлом каждого из нас. Если исходить из того, что жизнь души есть некий цикл воплощений, то каждая душа должна пройти через нищету, бедность, несчастье, спокойную жизнь, счастливую, то тогда вот такая сменяемость периодов относительно счастья и несчастья, она запрограммирована. Получается, что во Вселенной каким-то необъяснимым образом записывается весь прошлый опыт. Какие ошибки совершали наши предки, их промахи и достижения? Вселенная – это огромный банк информации или некая гигантская голограмма, где записывается все, что происходит. Наверное, это как-то оправдано, потому что накопленный опыт и есть основа для дальнейшего развития цивилизации, Вселенной. И опыт каждого человека важен, потому что через нас или через какие-то другие формы жизни Вселенная нащупывает свой путь развития. Наверное, такой банк данных есть, и там анализируются, определяются оптимальные пути развития и влияют на нас, соответственно, тоже корректируя так или иначе наши действия или направление нашего движения. Но если вся информация хранится во Вселенной, то что за сила распределяет ее для каждого человека в отдельности? Некоторые исследователи уверены, раз кто-то закладывает в нас информацию еще до рождения, то может оказаться, что этот кто-то и управляет нашей жизнью. Порция счастья, скажем так, заложена в момент рождения у каждого разная. В астрологии есть такое понятие «большое и малое счастье» соотносится с планетами Венеры и Юпитера. Если эти планеты находятся в позитивных аспектах друг с другом, то человек изначально рожден, скажем так, счастливым, ему больше в жизни везет, к нему приходят нужные люди, возможности, даются пути реализации самого себя. И это некая объективная мера, которой можно сказать про человека, что будет ли он счастлив или нет. Какая сила остановила Дениса Дубова в шаге от смерти, он не может объяснить до сих пор. Но называет ее ангелом-хранителем. В тот день Денис, как всегда, возвращался на электричке домой. Доехав до места, спрыгнул с платформы и решил перейти через железнодорожные пути. Как делал много раз до этого. Денис знал, в это время здесь поезда не ходят. Я иду, у меня наушники, музыка, не слышу, что идет. И начал подходить, и такое чувство, что меня кто-то за плечо схватил. Я повернулся, и только обарочи назад передо мной поезд пролетает. Еще пару секунд, и крик, поезд сбил бы. Денис оцепенил. Не столько от того, что только чудом избежал смерти под колесами поезда, сколько от того, что плечо все еще ныло. Он явственно, физически почувствовал, что кто-то его крепко схватил. Но этого быть не могло. На много метров вокруг не было ни души. Мы всегда находимся под определенным контролем. И в какой-то момент, да, мы можем почувствовать, что кто-то рядом с нами стоит. Но это не конкретно физическое лицо. Это именно как раз та эмоция, которая может принять физические формы для того, чтобы нас остановить. Или подсказать куда-то двигаться. Сам Денис не склонен благодарить за спасение собственные эмоции, интуицию и предчувствие. Он явственно помнит, это было вмешательство кого-то извне. Насчет предчувствия я не знаю, потому что я шел, у меня была музыка в ушах. Я, в принципе, ни о чем и не думал. И вот на самом деле, буквально за шаг меня как будто схватил. Это было действительно такое чувство, причем сильно так. Я когда повернулся, я сначала вообще не понял. А потом поезд вылетает. Я стою, у меня слов вообще нет. Я чуть не заикаться стал. Такие случаи кажутся удивительными, даже фантастическими. Однако с каждым из нас случались события, которые мы никак не можем объяснить. Мы просто знаем, как нужно действовать в той или иной ситуации. И это знание спасает нас жизнь. Изначальный уровень интуиции зависит от жизни наших предков. Затем, по мере нашей жизни, в зависимости от наших поступков, мы ее можем обострить, либо можем ее полностью уничтожить. На интуицию влияют очень многие вещи, в том числе перемещение в пространстве. Если мы неправильно перемещаемся в пространстве, опять же, то есть интуиция не сработала, мы усугубляем свое положение, мы начинаем нести какие-то убытки. Очень многие, наверное, особенно люди военные, которые часто меняют регионы в силу служебных обязанностей, их переводят с запада на восток, север, на юг и так далее. А многие замечают, вот я служил на юге, было хорошо, все получалось. Перевели на север, что-то плохо, здоровье не то. Может, с климатом связано. А другой говорит, а у меня наоборот, вот на севере было все здорово. Но откуда к нам приходит эта информация? Заложена ли она в каждом из нас с самого рождения? Или выход из опасной ситуации нам кто-то подсказывает? Пытаясь найти ответы, исследователи выдвинули смелую версию, согласно которой мы сами являемся для себя ангелами-хранителями. А знания, которые приходят к нам, это опыт наших прошлых воплощений. Феномен реинкарнации, или переноса сознания из одного тела в другое, издавна будоражит ему человечество. Первые упоминания о перевоплощениях встречаются в ведах, древнейших священных писаниях индуизма. Согласно им, живое существо пребывает в двух материальных телах, грубом и тонком. Они функционируют только благодаря присутствию в них души. Существует переселение душ, следующая жизнь. Поэтому ваше, как бы это сказать, ваше теперешнее сознание не похоже на ваше прошлое сознание. Вашего прошлого сознания больше нет. Ваше сегодняшнее сознание совсем не похоже на прошлое сознание. Таким образом, это сознание, именно теперешнее, является проводником для вашего будущего сознания. Когда грубое тело изнашивается и становится непригодным, душа покидает его в тонком теле. Это и есть смерть. Когда душа находит себе подходящее новое физическое тело, происходит рождение. Это можно сравнить с чашкой, в которой налит чай. Когда чашка разбивается, чай из-за этого не исчезает. Таким образом, чай олицетворяет наше сознание. Чашка — это наше тело. Когда мы умираем, наше тело превращается в такое существо, кем оно заслужило быть. Но сознание продолжает жить дальше, в зависимости от вашей кармы. Поэтому мы верим в то, что существует следующая жизнь. Но самое главное, что знания, накопленные человеком в течение жизни, не исчезают. Они передаются ему в следующем воплощении. Но как получить доступ к этой информации? Ресурсы человека настолько всеобъемлющие, что можно сказать, что этот ангел — это внутренняя часть нас. Можно сказать, что наше подсознание, или, можно сказать, наше тело, которое работает само по себе подсознательно, то есть мы не управляем ни дыханием, ни внутренними органами, значит, им управляет какая-то программа. И вот эта программа, она очень многогранна. Наше тело обладает невероятной интуицией. Но что такое эта интуиция? Шестое чувство — дар предвидения, жизненный опыт, случайное озарение. У всех она есть или только у избранных? И возможно ли, что наша интуиция всего лишь передает нам подсказки наших ангелов-хранителей? Мы знаем, что животные предчувствуют различные бедствия. Ну что, теперь у животных есть ангел-хранители? Нет, просто животные лучше себя знают, лучше себя понимают, свое тело. А человек, он живет в искусственных условиях. И уходя от природы, мы просто теряем эту чувствительность к различным ситуациям. Те же, кто ее развивает, либо она может включиться за счет стресса, либо за счет... Иногда человек попадает в состояние клинической смерти. После возвращения он тоже чувствует, что нечто его постоянно охраняет. Принято считать, что интуиция врожденная особенность каждого человека. У одних она развита, у других нет. Но согласно теории некоторых авторитетных психологов, в любом человеке может проснуться интуиция или внутренний союзник. Нужно просто его встряхнуть. Чаще всего под союзниками подразумеваются именно активные прошлые воплощения. То есть, в магической традиции говорится о том, что человек постоянно перерождается. И в нашем подсознании хранится информация о прошлых личностях. Неожиданное подтверждение этой гипотезы было обнаружено в рукописях древнего Египта, где существовал специальный ритуал, направленный на то, чтобы высвободить своего внутреннего союзника и заставить его помогать человеку. Ритуал довольно жестокий. Древние тексты гласят, что в огромный заполненный водой лабиринт запускали человека. Он должен был нырнуть в одном конце лабиринта и вынырнуть в другом. Когда он плывет под водой, он видит развилку, то есть там прямо налево и направо. В одной из этих трех комнат есть воздушный порог, а в двух других нет. И человек понимает, что у него не хватит воздуха, чтобы вернуться обратно, ему надо сделать выбор. И подгоняем мы страхом смерти, то есть если выбор будет неправильный, это приведет к его смерти. У него, можно сказать, ломается его обычное состояние восприятия, и тогда может активироваться союзник. Может прийти кто-то из прошлого воплощения, как некий дух. А он уже знает, где в какой комнате, то есть другими словами, куда надо плыть. Получается, что наш внутренний союзник активизируется тогда, когда мы находимся на грани между жизнью и смертью. Переживаем сильный стресс. Эту версию также подтверждают результаты последних исследований, которые проявили военные психологи. Ученые опросили сотни солдат, побывавших в горячих точках, и выяснили, что каждый из них каким-то необъяснимым образом знал, как уберечься от пули. Как будто внутренний голос им подсказывал, где ждет спасение. Люди, по своей сути, очень слабы. Мы всегда движемся эмпирическим путем, методом проб и ошибок. Если мы угадываем направление, мы счастливы, мы удачливы, у нас все получается. Если не угадываем свое направление, значит, мы делаем ошибки. За все это отвечает интуиция. Именно интуиция отвечает за правильный выбор. Мы всегда стоим перед выбором. Но неужели доступ к знаниям наших прошлых воплощений можно получить, оказавшись на пороге смерти? Писатель Ангелина Могилевская познакомилась со своим ангелом-хранителем на операционном столе. В этот момент женщина переживала клиническую смерть. Я очень четко помню, как по какой-то черной противной кишке я поднимаюсь куда-то вверх. И там чуть-чуть виден в конце свет. И я туда поднимаюсь, и уже вот я надеюсь, что я сейчас уже выйду на свободу. И в это время этот проход закрылся, и я услышала четкий голос, не время. И кубарем, как будто мне пинка дали под зад, я кубарем полетела туда вниз, зависла над своим телом, над столом операционным, и медленно и противно влезла внутрь. И первое, когда я очнулась в реанимации, первые мои слова, первая моя мысль была, Господи, опять жить. Но что все-таки произошло? Был тот голос голосом интуиции, слуховыми галлюцинациями, либо с ней говорил кто-то извне. Все вопросы отпали после очередного переломного момента в жизни. Как-то раз выехав на своей машине на оживленную трассу, Ангелина резко затормозила. Показалось, что-то белое мелькнуло перед капотом. Ангелина не успела подумать, что, может быть, сбила кого-то, как всего в паре сантиметров от нее с громким скрежетом затормозил огромный грузовик. Эти две машины мчались навстречу друг другу на большой скорости. Все произошло за какие-то доли секунды. Еще не успев подумать, что только что спаслась чудом, Ангелина вышла из машины. Посмотреть, что же все-таки ее остановило. Вслед за ней выскочил водитель грузовика. Я думала, ну что это могло, что могло белое такое пролететь перед лобовым стеклом. Думаю, может, я кого-то сбила. Мы вместе с ним посмотрели под его машиной, под моей машиной. Ничего не было. Даже листочка бумаги никакого не было. Представляете? Это вот только Ангел спас меня. О своем опыте общения с Ангелами люди говорят неохотно. И лишь видя, какое большое число свидетельств появляется в разных уголках планеты, они понимают. Их, людей, чьи жизни спасли Ангелы, уже большинство. Об этом, наверное, много свидетельств не только у святых людей, у монашествующих, но и у людей светских, мирских, и даже, наверное, малоцерковных. Потому что ведь Господь каждого человека призывает к спасению, и поэтому Ангелы, они как бы подталкивают тоже человека к тому, как он может свою жизнь изменить. Москвичка Екатерина Кропотова вспоминает самый странный эпизод в своей жизни. Ей тогда было 9 лет. Они всей семьей ехали в машине. Катя сидела впереди, не пристегнутая. Она была полным ребенком, и ремень безопасности натирал шину. Вдруг машину остановил инспектор ГАИ. Это сейчас Катя понимает, что его появление можно вполне назвать странным. Он один стоял на дороге, рядом не было ни поста ГАИ, ни машины со спецсигналами. Более того, инспектор не выписал штраф за нарушение, просто попросил, чтобы здесь же, в его присутствии, срочно пристегнули ребенка. Родители Катя так и сделали. Отец завел двигатель. Не прошло и трех минут, как случилось страшное. У нас встречная полоса машина выдвинулась, была большая скорость, и был дождь, и был выбор либо обрыв, и впереди трактор. Он двигался медленно, даже, можно сказать, стоял с прицепом. И мы на всей скорости в него. Это произошло очень быстро, даже не успела испугаться, просто такой вот резкий, как-то непонятно, время замедляется, и все, и темнота. Потом открыла глаза, оттого, что очень душило. Передние сидения наклонились. Вот, и этот как раз-таки ремень чуть сначала вроде спас, потом чуть не придушил, хорошо, папа очнулся, меня отстегнуло. Все были живы, но спаслись они не иначе, как чудом. Машина была настолько искорежена, что не поддавалась восстановлению. На земле валялись оторванные руки и ноги Катиной куклы. Она вылетела вперед через лобовое стекло и разлетелась на части. Катя смотрела на куклу и уже в своем возрасте понимала, какая участь ее могла ждать, если бы не тот инспектор на дороге. Стороны, когда на машину посмотрели, тоже было очень страшно. Она просто вся искореженная была. Вроде даже места потом посмотрела, не было, где мне там такого полного ребенка было уместиться. Тогда я задумалась, что есть у меня ангел-хранитель, не только у меня, видимо, получается и у папы, потому что он тоже пристегнулся после этого. С тех пор Екатерина всегда носит золотого ангелочка на шее и верит в своего заступника. Если раньше в детстве я это представляла как человечек с крылышками, вот как у меня на шее, то сейчас я это представляю как-то более глобально, как поток энергии какой-то белый, чистый, который тебя защищает. На протяжении многих веков люди верят в своих небесных защитников. Хотя официальная наука до сих пор не может подтвердить или опровергнуть существование ангелов-хранителей. Мы взываем к ним в самых сложных ситуациях и верим, что они никогда нас не покинут. Но может ли ангел-хранитель отвернуться от человека? Это не собачка, которую можно купить. Потому что по большей части человек везучий или человека охраняет опасность не потому, что у него кто-то есть, какой-то союзник или какой-то ангел-хранитель, а скорее потому, что у этого ангела или у этого союзника есть этот человек. То есть, чтобы эти силы работали, мы должны превратиться в подручную собачку. А человек, который не готов со своим эго, скажем так, пободаться, который не готов притеснить свои эгоистичные чувства, при поиске этой силы может навлечь на себя только беду. Этот отрывок из древнего текста исследователи обнаружили недавно. Однажды человек, который отметил столетний юбилей, оглянулся назад и увидел, что его прожитая жизнь напоминает песчаный берег моря. На песке отчетливо видны отпечатки двух пар ног. Одни его, а рядом следы его ангела-хранителя. Но кое-где следы одного из идущих терялись, и были видны отпечатки ног лишь одного идущего. Старик стал вспоминать свою жизнь и понял, следы исчезают в самые трудные периоды его жизни, когда ему было особенно тяжело. «Почему тебя не было рядом?» с обидой спросил человек. «Ведь именно тогда я больше всего в тебе нуждался». «Ты не понял», ответил ангел. «В самые тяжелые периоды твоей жизни я нес тебя на руках». В своих ангелов-хранителей верят почти все. Мысль о том, что кто-то заботится о тебе персонально, глубоко сидит в сознании людей и дает нам уверенность в том, что по песчаному берегу нашей жизни мы шагаем не одни. Субтитры создавал DimaTorzok Несколько лет назад ученые в Канадской Арктике сделали удивительное открытие. Они обнаружили странный отпечаток, окаменелость, в которой сохранился след человеческой руки. По своим пропорциям она соответствовала размерам руки современного взрослого человека. Возраст этой находки более 100 миллионов лет. Другой, не менее удивительный артефакт обнаружен в американском штате Юта. Отпечаток ноги в сандалии. Неизвестный наступил на трилобита. Эти древние существа населяли планету около 500 миллионов лет назад. Кто же оставил эти следы? Сегодня уже практически не осталось сомнений. Мы не первая земная цивилизация. Но почему исчезли наши предшественники? И может ли это произойти с нами? Каким будет последний день Земли? Страшный грохот. Мгновенно на всей планете закипают моря, реки и океаны. Плавятся камни. Атмосфера раскалена настолько, что ее просто вытягивает космическое пространство. Эта катастрофа подобна взрыву миллиардов мощнейших водородных бомб одновременно. Считанные минуты и не останется даже следа того, что земной шар был обитаем. Теперь это безжизненная пустыня. Клубы дыма плотно заволокли небо. Больше сюда не попадает солнечный свет. Как только пожары закончатся, начнется сильнейшее похолодание. Так, по мнению большинства исследователей, будет выглядеть планетарная катастрофа, столкновение с кометой или крупным астероидом. Земле постоянно угрожают сотни космических объектов, которые на бешеных скоростях летают в галактике. В 1994 году астрономы наблюдали, как куски кометы столкнулись с Юпитером. Сила взрыва составила 40 миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Но одна из самых страшных катастроф в нашей Солнечной системе произошла на Марсе. Марсная катастрофа была похожа на Землю. Там была богатая атмосфера с обилием кислорода, с зеленой травой, деревьями, с океанами, конечно, которые сейчас замерзли, которые вошли в состав вечной мерзлоты на Марсе. В коллекции Александра Портнова есть необычный экспонат. Геолог говорит, именно таков на ощупь Марс. По сути, обычная ржавчина. Ржавчина Земли красного цвета, желеистая ржавчина, она не магнитна. В отличие от нее, магимид, который получается при прокаливании, он магнитен. Видите? Чтобы порода стала магнитной, необходима очень высокая температура. Этот магимид привезен Портновым из Восточной Сибири. С Попегайского кратера место падения метеорита. Та земная катастрофа мини-модель марсианской. Я думаю, что на Марсе было три, по крайней мере, три спутника. И этот спутник я предлагаю называть Танатос, то есть смерть. Он проходил еще ниже Фобоса, рухнул на Марс. После катастрофы Марс в буквальном смысле заржавел. Это произошло из-за того, что в поверхностных слоях содержалось железо, а в атмосфере было много кислорода. Кислород мог образоваться только в процессе фотосинтеза, а это прямое доказательство присутствия жизни. Сегодня космическими аппаратами, которые исследуют Красную планету, сделаны сотни снимков. И среди них есть по-настоящему удивительные. Странные пирамиды, дороги, скульптуры существ, похожих на людей. Американский астроном-любитель Дэвид Мартинес наткнулся на странные географические координаты в интернете и решил проверить их на виртуальной карте Красной планеты. Вот видео, которое он обнародовал. Я открыл это совершенно случайно. Назвал объект биостанция Альфа, потому что предполагаю, что там есть или когда-то была жизнь. Он выглядит как цилиндр или как сделанный из цилиндров. 210 метров в длину, 45 в ширину, белого цвета с красными и синими полосами. Объект явно искусственного происхождения. Это точно не камень и не грунт. Но что же тогда? Мартинес предположил, что это перевалочная база или электростанция. А вот кто и зачем ее построил? Вопрос без ответа. На Марсе есть найдены остатки цивилизации. И эти остатки говорят о высокотехнической цивилизации. Вот, например, это какие-то стеклянные или металлические трубы диаметром в десятки метров, которые тянутся под поверхностью Марса и частично раздуты песками. Вот что это такое? Из чего оно сделано? Но совершенно ясно, что это не геологический объект. Это техническая цивилизация себя проявляет. Вот здесь видно дорога, над которой летит объект. Он как будто бы в магнитном поле, как будто на магнитной подушке. Корабль. Ну, корабль там какой-то... 6 августа 2012 года мир с замиранием следил за информацией о посадке очередного марсохода. Кьюриосити удачно приземлился в кратере Гейла. Именно там, по мнению ученых, может быть жизнь, хотя бы в виде простейших организмов. Марсоход уже передал на Землю первые фотографии, в том числе и цветные. исследователи изучили каждый миллиметр и обнаружили странные детали. Какие-то светящиеся объекты. Что это? Пыль на объективе или летательные аппараты? И если на Марсе и в самом деле есть искусственные сооружения, то кому они могут принадлежать? На Марсе очень возможно существует подземная жизнь или скажем подмарсианская. В глубинах планеты находится цивилизация Марса. И попытки посадок зондов на Марс часто заканчивались неудачей и создавалось впечатление у наблюдателей, что марсианские зонды захватывались перед посадкой Эннер. Есть и другая версия. Марсиане могли покинуть свой обреченный дом и найти спасение на соседней планете. По смыслу получается, что Земля, да, это как бы не родная наша планета, никакие мы там не обезьяны, развившиеся в стадии человек. Это фактически это убежище. Так по нему убегали с Марса, потому что Марс оказался разрушен полностью. То есть это как бы кладбище, мемориал сейчас. Несколько лет назад эти сенсационные кадры облетели все газеты и телеканалы. На них загадочные стержни, которые летают в атмосфере Земли. Сотни людей устроили настоящую фотоохоту на странные предметы. Криптозоологи считают их неизвестной формой жизни. Летающие стержни ведут себя удивительно и кажется, что обладают интеллектом. Они на огромных скоростях движутся в пространстве, да, то есть глаз их не улавливает, не видят. Но когда камеры снимают на высокой скорости, тогда фиксируется предпролет вот этих вот вещей. Они там в пещерах прям там снуют как мухи. Причем это не бьются в стены, значит, да, вот просто двигаются там совершенно хаотично. Что это? Живые существа или технические объекты? Никто не знает. Но подобные находки делались не только в атмосфере Земли. Похожие стержни, только огромные длиной в сотни километров есть и в космосе. Что-то типа как раз системы ПРО, которые создали наши предки. То есть это как раз антиметеоритная, антикометная система. То есть какие-то полуживые механизмы, там не механизмы, я не знаю, машины. Назовем так машины. которые развиваются как бы как организм. А потом превращаются в какие-то типа космических кораблей, в какие-то системы, которые борются с всяким родом мусором и так далее. Может, с проникновением каких-то сил враждебных, скажем так. Астероиды. люди только научились отслеживать астероиды. Их открывают, им дают имена, строят прогнозы. Но у землян нет средств, способных повлиять на траекторию полета космического объекта, несущегося на бешеной скорости. Эти существа повсюду. Они появились внезапно. Никто не знает, зачем и откуда они пришли. Жители городов в ужасе бегут от неизвестного, но очень сильного и страшного врага. Им понадобилось меньше дня, чтобы обратить привычную жизнь планеты. в хаос. Они установили полный контроль над человечеством и мировым лидерам ничего не осталось, как официально признать. Земля захвачена пришельцами. Так выглядит фантастический сценарий, рассказывающий о нашествии инопланетян. Насколько такое возможно в реальности не знает никто. Земля не единственная обитаемая планета во Вселенной. И скорее всего земляне не самая высокоразвитая цивилизация. В мае 2007 года в Самарской области в Волжском утесе проходил саммит Россия-Евросоюз. Приехали мировые лидеры, главы правительств. И как оказалось, за событием следили не только журналисты. В дни проведения мероприятия очевидцы зафиксировали аномальные объекты, которые словно зависали в воздухе. В районе Волжского утеса достаточно часто люди наблюдают и НЛО плазменной природы, плазмоиды, и кошачьи лапки так называемые. В архиве уфолога из Тольятти Татьяны Макаровой сотни уникальных материалов. Свидетельства очевидцев, фотографии, видеозаписи. Исследователь обратила внимание на места, где появляются незваные гости. Их интересуют правительственные резиденции, промышленные зоны, энергетические сооружения. Водохранилище у нас достаточно интересная территория, которая очень часто связана с наблюдением НЛО, причем как с точки зрения их пролета над воздушным пространством, так и появление НЛО из-под воды. Хотя казалось бы у нас ни море, ни океан, а всего-то водохранилище несколько десятков метров глубиной. Но тем не менее, и опускание некоторых типов объектов под воду, водохранилище. Странные явления на территории Самарской Луки люди наблюдают не одно столетие. Сохранилась местная легенда о том, что под молодецким курганом спят многовековым сном ведьмы. Они вылетают из своих убежищ на ступах, потом возвращаются обратно и засыпают на очередные сто лет. Есть один из типов НЛО, которые, наверное, имеют какую-то другую привязку к этим местам, потому что они имеют, во-первых, форму, которая достаточно часто встречается, где бы вы думали, в русских сказках. Это форма ступы. Но ступы не классической, односторонней, а ступы двояко выпуклой. И вот именно такого типа объекта их интересует, видимо, эта территория в качестве, скажем так, привалочной базы. Но любая попытка приблизиться к тайне, как правило, заканчивается неудачей. Начинает сбоить техника или вовсе происходят крупные аварии. А те немногие открытия, которые удается сделать, оставляют больше вопросов, чем ответов. Существует полость, в котором сидят непонятная техника, мы открывали такую полость в Вологической губернии на глубине 60 метров. Вот такая камера в мраморах круглая, высечена. И там висит некий аппарат. Некий плазмоид вибрирующий. Мы забетонировали все входы и выходы и сделали так, чтобы туда никто не попал, никто не вошел. Хотя этот фильм у нас есть, сохранен, документы все это есть. Танюш, все это подтвержено документарно. То есть, скорее всего, была некая цивилизация, которая ушла, которая создавала примерно то же самое. Они могли быть немножко другого биологического вида, но тем не менее, они были похожи. людьми. Люди тоже пытаются строить подземные укрытия, бункеры, ковчеги, подземные города, в надежде на то, что там можно будет спрятаться от радиации, метеоритной атаки или нападения могущественного врага. Около 30 лет назад в Средней Азии шла масштабная стройка. Бурено сняты вершины горы, пробурено скважина в подошву, был произведен атомный взрыв локальный, образовалась полость, которая была дезактивирована и там был создан город. Полутора километрового диаметра город полностью изолированный. Он существует. Он существует нетленный, огромный, оснащенный всеми возможными видами техники и вертолеты, и танки, и оружие, и еда, и вода, и все-все-все там есть. Да, действительно есть. Подобные укрытия есть практически на каждом континенте. У каждой сверхдержавы, полностью изолированные от внешнего мира города. Об их существовании знают лишь единицы, и только они смогут туда попасть. Укрытие было создано в Америке, где лучшие представители стран должны были остаться и сохраниться на тысячелетии нетленными и закрытыми. То есть изменились бы века, прошли бы века, изменился бы радиационный фон, а эти ребята вышли бы в том виде биологическом, в котором они туда зашли. Но помогут ли людям их суперукрытие? Ведь даже та скудная информация, которая сегодня собрана, говорит о высоком техническом уровне внеземных цивилизаций. «Все-таки происходит определенное наблюдение за тем, что происходит у нас здесь, в нашем, скажем так, человеческом пространстве. Какие технологии реализуются, как это влияет на окружающую среду». НЛО часто сопровождают подводные лодки и военные корабли. Их можно увидеть там, где планируется испытание какого-то нового оружия. «Их интересует видимо все-таки наша техносфера, потому что мы отмечаем особую такую привязку именно к промышленным зонам близ Тольятти преимущественно». Они просто собирают информацию и не вмешиваются в жизнь землян. По крайней мере пока. В один миг человек потерял контроль над всеми созданными им машинами и механизмами. Гигантскими и совсем маленькими карманными устройствами. Техника словно взбунтовалась. Автомобили, которые превратились в убийц, мобильные телефоны, которые взрываются в руках своих владельцев, сигнализации в домах и офисах выбрасывают ядовитые химикаты, а двери предательски не хотят открываться, оставляя людей в смертельных ловушках. Падают самолеты, сталкиваются поезда, по всему миру неконтролируемые запуски ракет. Что это? Компьютерный вирус или глобальный бунт машин? Фантастика или недалекое будущее? Сегодня механизмы не просто выполняют самую тяжелую, грязную или просто скучную работу. Люди постоянно совершенствуют свои изобретения, наделяя их разумом. Эти уникальные роботы созданы в Зеленограде. Они могут удивляться, разговаривать и даже улыбаться. Он просто пока что когда сильнее улыбается, у него рука зверская, конечно. Они не просто похожи на людей, они в буквальном смысле скопированы с человека. Берется человек живой, усаживается и дальше я его покрываю несколькими слоями специального силикона. Затем форма снимается и получается вот такой негатив лица. В дальнейшем эта форма используется для того, чтобы отлить так называемый позитив, то есть лицо как оно есть. Гордость компании робот по имени Дима. Он умеет двигаться, говорить, словно живой следит за происходящим вокруг него. Но и он только первая ступенька на пути к цели. Предполагается создать полную копию человеческого тела. Это будет можно сказать так аватар, с которым можно будет управлять, которым можно будет управлять либо силой мысли, либо с помощью сигналов, которые могут считываться с наших мышц. Машины учат двигаться так, чтобы от живого человека отличить было невозможно. На мою кожу накреплены датчики, беспроводной прибор восьмиканальный отсылает данные на компьютер, где уже происходит обработка сигнала. Вот можно увидеть, как на компьютере идет миограмма и в реальном времени происходит распознавание движения, которое я совершаю. Чтобы создать такого робота, его изобретателям понадобились не только знания по физике или механике. Долгие годы они изучали человеческий мозг. И сегодня роботы умеют распознавать и копировать эмоции человека, запоминать информацию. При общении с такой машиной возникает ощущение, что она не просто слышит. А в будущем появятся роботы, способные сопереживать, поддерживать непринужденную или наоборот сложную беседу и даже решать, верить или нет рассказчику. Часть нашей работы направлена на определение эмоционального состояния человека. Это легко определить по мимике. Часть нашей работы направлена на определение, когда человек лжет. Например, по движению глаз. Есть определенные паттерны. Есть зрачок, который изменяется определенным образом, когда человек врет. Так вот, в принципе, технологически возможно создать робота, который считывает эмоциональное состояние человека. Он подлаживает свое поведение под эмоциональный состояние человека. Робот-медсестра, которая сядет и терпеливо выслушает жалобы пациента. Робот-друг или подружка. Робот-нянька, который встанет ночью и успокоит расплакавшегося ребенка. Сферы, где робот может заменить человека, безграничны, как и возможности машины. Такой подключенный к интернету механизм легко поддержит любой разговор. Мгновенно собрав информацию в сети. Если мы говорим о погоде, он тут же знает по GPS, что мы находимся в Москве. И он говорит, погуглив, он говорит, а вот завтра будет в Москве 20 градусов. То есть у вас будет впечатление, что он вообще-то вас понимает. На что способен искусственный интеллект, если робот научится принимать решения? Где гарантия, что однажды он не захочет полной самостоятельности? Мы постепенно создаем неконтролируемую техносферу. И мы будем иметь дело с неконтролируемой, непонятной, громадной, превосходящей силой человеческого разума техносферой, миром компьютеров, роботов и социальных сетей, которые будут жить какой-то своей жизнью, которые будут контролировать наши действия, которые будут определять мир событий. Объединенные в одну глобальную сеть механизмы с искусственным интеллектом – это целая цивилизация. Причем с гораздо большими возможностями, нежели человеческая. Мертвые города, в которых остались лишь жалкие горстки жителей, большинство из них больны. А те, кто способен передвигаться, боятся выходить из своих укрытий. Реки, наполненные ядовитыми отходами. Никто не знает, какая опасность таится в мутных водах. Леса, заселенные страшными растениями и животными. В воздухе ядовитая пыльца, которая поднимается в небо на десятки километров. Мир обречен. Трансгенная катастрофа подходит к концу. И после нее не выживет ни один человек. ГМО. О существовании этих продуктов слышал, пожалуй, каждый. Но мало кто знает, что именно представляет из себя трансген. Стараясь получить совершенно новый организм, ученые скрещивают томат с жабой, кукурузу со скорпионами, рис с человеком. Примечательно, что современная наука способна внедрить в ДНК любой ген. Но вот как он поведет себя дальше, предсказать не может ни один ученый. Здесь будут одни руины, уродливые, завалы. Через Москву реку перебраться будет невозможно. Обмелеет она не сразу, станет она заболоченной, ядовитой. Уточки уже плавать здесь не будут. Будут плавать только скелетики, причем скелетики тех, кто решил перейти через нее в брод. Потому что это все под воздействием токсичных канцерогенных составляющих. Очень быстро станет ядовитой. Фантаст Сергей Тармышев несколько лет назад написал книгу, в которой спроектировал глобальную катастрофу. Человечество гибнет из-за бесконечных экспериментов с генетикой. Некоторые из нас даже доживут до этого момента. Увидят первые вот эти вот всплески рождаемости уродов, генетических инвалидов, людей с измененной генетикой. Не говоря уже о том, что увидят уже такие факты, как гибель крупных участков суши. То есть не пара там гектаров погибла, а треть какого-либо континента. Получим большую мертвую пустыню, в которой доживают куча несчастных выродившихся людей. Все бы ничего, вот только свой роман Сергей готовил, основываясь не только на художественном вымысле. Он перелопатил огромное количество научного материала, посвященного проблемам генетически модифицированных организмов. Писатель пришел к выводу, что бесконечные эксперименты по генетике в конце концов выйдут из-под контроля. Начнутся мутации, которые никто не сможет остановить. Люди будут умирать в мучениях. Каждое следующее поколение будет еще слабее, чем предыдущее. Если, конечно, вообще будут рождаться дети. Мы будем это гомой есть. Наши дети будут рождаться неизвестно какими. У них и так все грустно. Достаточно посмотреть на молодежь, как сильно качество падает у молодого поколения. Вот сколько среди них сейчас несуразных скелетов, мягко говоря, неправильного телосложения, нарушенных каких-то суставов, функций суставов. Причем еще 10 лет назад это было не так сильно, а 20 лет назад это было вообще редкость. Если сейчас, пожалуйста, их много. Среди научных трудов, которые изучал Сергей Тармышев, работая над книгой, были исследования доктора биологических наук Ирины Ермаковой. Эксперименты ставились на грызунах. Им в корм добавлялась трансгенная соя. Я добавляла только самкам. И меня интересовало, во-первых, что происходит с животными, и главное, что произойдет с потомством. Когда я стала получать результаты, это была очень высокая смертность новорожденных крысят. Они умирают в течение 2-3 недель. Более 50% умерло крысят. Из оставшихся в живых около 40% были недоразвитые. Они были значительно меньше по размеру и по весу. И вот эти недоразвитые, и как бы на первый взгляд нормальные вроде бы крысят, они не дали потомства. То есть они оказались бесплодными. Люди употребляют в пищу ГМО примерно лет 15. Это меньше, чем одно поколение. И как влияют трансгены на человека, официальная наука умалчивает. Но некоторые факты все-таки становятся резонансными. Был случай, когда одна женщина в Америке родила ребенка, и он очень себя плохо чувствовал. Его обследовали, ничего не обнаружили. Ребенок плачет и просто на глазах тает. И потом провели генетический анализ. Оказалось, что в геноме у него гены картофеля трансгенного. И ребенок умер в конечном счете. В то время была информация, много было жалоб от женщин, что особенно в малых городах у нас в России, это было в конце 90-х годов, в начале 2000-х, что они рожают детей, через 2-3 недели дети умирают. Они не жизнеспособны. В мире существует около 150 видов трансгенов. Это практически все сельскохозяйственные культуры. И сейчас уже открыто говорят о том, что гибриды в буквальном смысле вытесняют генетически чистые растения и меняют экосистему. Деградирует почва, исчезают дождевые черви. Потом была работа, что когда кормили божьих коровок, тлюи, которые разводили на АГМ картофели, и у божьих коровок сокращался срок жизни и уменьшалась кладка яиц. То есть, да, вот эти трансгенные культуры, они приводят к тому, что исчезают насекомые. И вот та информация, что 90% пчел погибает в определенных местах, и вот сейчас мы, например, обнаружили высокую смертность шмелей, и не только пчел. Была информация из Бразилии, из других стран, из европейских стран, очень много бабочек погибает. Но и это еще не все. Те самые полезные свойства, которые пытаются получить генетики, тоже оказались не вечными. Например, картофель, устойчивый к колорадскому жуку, вдруг снова подвергается нашествию насекомых. Исследования показали, растение не меняется. Значит, мутирует насекомое? И никто не знает, чем могут закончиться эти мутации в конечном счете. Герои романа Сергея Тармашева пытаются спасти планету. Но сам писатель говорит, сегодня все зашло слишком далеко. И реальным людям скоро уже нечего будет спасать. Финальный день этой несчастной цивилизации будет заключаться в том, что последний старик выползет на солнышко, забрался, посмотрел на голые камни, по которым суховей песок гоняет, потому как растительность вымерла, почвы розировали. А детей у него нет, потому что он последний бесплодный дедушка. Посмотрел на все это дело, как ласково пригревает радиоактивное солнышко через разрушенный озонный слой. Да и умер на радостях. Вот он, последний день планеты. Приблизительно лето так через 200-300. Ураганы и цунами сразу на нескольких континентах. Города сметены с лица земли землетрясениями. Природные катаклизмы не прекращаются ни на минуту. Ливневые дожди топят целые страны. Или наоборот, десятки гектаров выжжены засухой. Это значит впереди голод и неминуемая гибель человечества. Сегодня человек пытается взять под контроль погоду, и уже многое умеет. Мы с вами в экранированном помещении запустили эту модель. Мы знаем, что за рамки вот этого помещения не выходит, но можем смоделировать на разных высотах вот это воздействие. А дальше мы с вами можем посмотреть, через сколько там вынеси ее, так сказать, из экранированного помещения. Включив, можем посмотреть, через сколько у нас с вами как бы динамика падения давления. Этот прибор в шутку называют мини-харп. Он способен влиять на состояние атмосферы. За пределы помещения его действие не выходит. Но внутри комнаты можно проследить, как меняется давление или влажность, в зависимости от целей, которые ставит исследователь. То есть если мы с вами знаем, что на ближайшие три дня прогнозируется, предположим, циклоническое, преобладает циклоническое явление, то есть давление падает, это самая облачность и дождь идет, да, летом, на зиму и наоборот, вот, то мы хотим с вами создать, как бы сказать, ну, не знаю, у нас с вами на даче комфортные условия для проведения пикника. Да, мы с вами приезжаем, включаем установку, и я вам гарантирую, что через сутки мы с вами увидим нормально на барометре, когда стрелочка пойдет на ясно. Вот только проводить такие эксперименты нужно с осторожностью. Никто точно не знает, чем может обернуться разгон облаков на подмосковной даче. В 90 случаях и 100, даже если проводятся какие-то эксперименты, то мы о них узнаем, если они положительные, да, с криками, мы победили, и все хорошо. И второе, если, грубо говоря, в результате, я не знаю, вызывания осадков в Арабских Эмиратах, да, вдруг случайно произошла катастрофа на, там, японской АЭС, то никто никогда в жизни не скажет, что в это же время происходили какие-то исследования. Это будет замолчено. Вот, поэтому говорить о... неком мирном существовании, мирном изучении, да, наверное, все-таки это лукавит самим себе. У любой технологии есть опасная черта. Даже самая мирная разработка может превратиться в оружие массового поражения. Наши американские коллеги, опять-таки, возвращаясь к этому пресловотому ХАРПу, у них в последнее время, когда они включали свою установку, не проходили циклоны. Но они воздействовали на кухню погоды, и, как следствие, позапрошлым году в Москве была колоссальная засуха. И это было связано всего лишь с тем, что горячие потоки воздуха не уходили на Грумант, не уходили на Шпицберген, как-то было вообще положено. И на Россию шел африканский горячий тогда воздух, и он застыл над Москвой. Его невозможно было сдвинуть. Аномальная жара тогда держала в тисках большую часть страны. Россия потеряла тысячи гектаров леса. От смога задыхались многомиллионные города. Горели села и деревни. Были погибшие среди спасателей и гражданского населения. В одночасье люди потеряли все. Кошмар был здесь. Горело все, он летел, шифер все летел. Баллоны газовые взрывались. А это уже кадры 2012 года. Кошмар повторился. Вот только почему-то на этот раз аномальная жара не стала дожидаться наступления лета. Сильнейшие пожары начались в Амурской области уже в апреле. Огонь едва не стер с лица земли поселок Тыгда. Сестра сгорела. Пленянники сгорели. Больше некуда, не знаю больше, куда идти. Снова разрушения и жертвы. Тыгду пришлось отстраивать практически заново. Сегодня к привычным катаклизмам прибавились совсем уж экзотические. Например, эти съемки сделаны вовсе не на американском континенте, где торнадо – частое явление. Это Иртыш в Сибири. А эти кадры сделаны в тот же день, но уже ближе к Ханты-Мансийску. Здесь та же самая картина. А кроме того, мощный тропический смерч прошелся по центру города, наделав бед. В этот день неожиданно пыльная буря обрушилась и на юг Европы, на Барселону. И все эти необычные катаклизмы произошли в течение суток. Что спровоцировало их? Чья это шутка – природа или человека? Когда идет воздействие на ионосферу, а именно через ионосферу ведется работа всех этих генераторов, раньше считалось, что ионосфера – это некие хаотические ионы. Нет, там существуют законы океана. Там есть свои течения, там есть свои передвижения, там есть своя память, свои зарубки. Вот эта память, материальная память о воздействии, она сказывается. Сегодня сводки о землетрясениях, смерчах, небывалых дождях вошли в нашу жизнь как обычный прогноз погоды. Мелкие происшествия в отдельных городах и мощные катаклизмы, накрывающие целые страны. Сколько их было в последние годы, вряд ли кто-то возьмется сосчитать. 2012 год – богат на редкие астрономические события. Не успели земляне полюбоваться полным солнечным затмением в конце мая. Как новое событие – транзит Венеры под диску Солнца. Удивительное зрелище или страшное предупреждение? Скорее, второе. Что касается влияния затмений, например, на психологическую среду, то есть, ну, влияние на людей, на людские жизни, то здесь тоже есть определенные наблюдения, и они свидетельствуют о том, что возникают и войны. Допустим, вспомним затмение 2008 года, хоть оно было для нашей страны частичное, но с чем это можно было связать? Вот, пожалуйста, была грузино-осетинский конфликт, который мог перерасти, в общем-то, в широмасштабную войну. Тот же экономический кризис, который случился в тот период. В 1883 году, спустя почти год, после так называемого Венерианского затмения, проснулся вулкан Крокотау. Страшное землетрясение и цунами в 2004 году произошло так же после того, как Венера прошествовала по диску Солнца. Мощные катаклизмы в Азии не заставили себя долго ждать и в этом году. Страшные кадры из Китая. Только по официальным данным, из-за наводнения тут погибло 400 человек. Еще около ста пропали без вести. Стихия разрушила сотни тысяч строений. Беда коснулась 60 миллионов человек. Кто-то лишился дома, кто-то сельскохозяйственных культур, а кто-то навсегда потерял родных. Сейчас Солнечная система приближается к центру галактики. Пространство сжимается. Это не может не влиять на нашу планету. Она переживает не лучшее время. Земля, как планета, как космический объект, является живым существом, то есть высокоорганизованной живой субстанцией. То есть не та позиция, которая была озвучена в библейских текстах, что это безответная каменная твердь, а это совершенно не безответная и не каменная и не твердь. То есть это более сложная субстанция, которая обладает своим разумом. Причем этот разум намного выше уровнем, чем разум человека. Человек мало знает о планете. Алексей Золотарев показывает место, которое должно было бы привлечь внимание ученых. Несколько лет назад, во время грозы, молния ударила в этот столб. Казалось бы, не редкость, но удивило то, что все повреждения выглядели так, словно разряд ударил не сверху, а снизу. Будто из земли произошел сильный выброс энергии, который испалил столб. Молния ударила в столб, провода остались целы. Срезанный кусок железобетона вместе с кронштейном болтался на проводах. Место срезы очень гладкое, оно срезанное, как бритвы. Оплавлен бетон точно так же. То есть вот здесь был достаточно маленький выброс энергии, то есть маленькая молния, она шла из-под земли. Она вышла на сторону и, не задев провода, ушла в атмосферу. Вот сам факт того, что молния попадает в столб, но место среза находится ниже проводов. Это однозначно подтверждает о том, что главный электрический разряд идет снизу. Молния – одно из самых загадочных явлений. В Китае камера зафиксировала, как разряд дважды попадает в одного и того же человека. Причем он остается жив и даже невредим. Но наибольшую загадку для ученых представляет так называемый феномен сухих гроз, особенно если они случаются в пустыне. Это видео сделано в Саудовской Аравии. Группа людей в пустыне. День совершенно ясный. Когда один из присутствующих пытается отодвинуть камень, раздается сильнейший разряд. Молния невероятной силы бьет в нескольких сантиметрах от человека. При этом погода не меняется, на небе ни облачко. Наука пытается объяснить такие явления по-разному. Кто-то считает, что происходят они из-за статического электричества, возникающего в песке. Кто-то – из-за наэлектризованных частиц в воздухе. А может, это просто Земля так выражает свои эмоции? Чернобыльская атомная станция и Фукусима. Две страшные аварии в истории человечества. Между ними прошло четверть века, но в глаза бросается поразительное сходство. Сторонники теории о живой планете считают, тогда, в 1986 году, это было предупреждение. Но 25 лет не хватило нам, чтобы это понять. Фукусима по последствиям намного хуже, намного сложнее по количеству выбросов и, самое главное, по проявлению. Там шесть блоков, все шесть дают течь. Более того, у них там запаса радиоактивных материалов больше. И самое главное, состояние. То есть состояние такое, что вынуждены ближайшие десятилетия поддерживать режим охлаждения. То есть это затраты неимоверно больше по сравнению с чернобыльскими. Планета доказала, что если ей захочется стряхнуть людей со своей поверхности, это не составит труда. Земля все чувствует. На кровавые и жестокие события она может ответить аномальными дождями. А на бездумную агрессию, катастрофами, происшествиями и разрушениями. Земля реагирует на все действия и поступки человека. Войны, ядерные взрывы, создание сверхмощного разрушительного оружия, этнические конфликты. Давай, Мишаня! Аплодисменты! Это обычное занятие в школе выживания. Здесь в буквальном смысле учат преодолевать экстремальные ситуации. У нас подготовка круглогодичная. Здесь прожить год в погодных условиях, там, в минус 30, в самодельном доме, ну, реально, это самое вот серьезное испытание. Ну, многие приходят действительно научиться навыкам именно существования, там, и автономного. Ну, некоторые есть, которые действительно там у конца света опасаются. Обучение проходит в лесу и в городских условиях. Ведь навыки выживания пригодятся везде. Как не пропасть в разрушенном городе? Ведь постапокалиптические картины, как правило, представляются именно такими. Каменные джунгли, переполненные преступниками. Многодневный голод, холод, лютый мороз. Неважно, где застанет испытание. Чтобы выжить, человек должен быть готов физически и морально. Люди живут на берегу моря и думают, что, а, ну ладно, этих затопило, этих затопило, а нас пронесет, не будем мы ничего делать. Или люди живут на берегу реки, которая разливается там, пускай раз в 5, в 10 лет, но она разливается и сносит. Купите лодку себе, две лодки купить. Пускай она у нас на крыше привязана, стоит, ждет такого момента. Залезли, прыгнули в лодку и поперли. Нет, ну, обойдется. И в этот раз обойдется. Вот с таким вот отношением, как бы, вот люди и получается, и гибнут. В последние годы курсы выживания пользуются огромной популярностью. Родители стремятся отдать на них детей. Многие учащиеся в свои 14 лет уже экстремалы с многолетним стажем. Хотя не совсем еще понимают, насколько важны эти знания. Понятно, что он не воспринимает ситуацию, что там самолет может действительно там рухнуть, ему придется там на необитаемом острове выживать. Понятно, что для него и так воздух. Ему должно быть интересно в первую очередь. Их учат следить и уходить от слежки. Защищать себя от нападения в темном здании. Перейти глубокую реку и не потеряться в лесных дебрях. А также в холодную погоду не замерзнуть и не умереть от голода. Дождь, если пошел резко, в том солнечная погода. Все намокло, в дом можно развести костер спокойно. Спички промокли, можно там кресалом развести огневым, чем угодно. Это не короткий курс. Многим навыкам здесь учатся годами. И никто не знает, где и когда они могут пригодиться. Не так давно астрономы НАСА сообщили тревожную новость. На Солнце появилась гигантская трещина. Ее первоначальная длина составляла 800 тысяч километров. Но ежедневно она увеличивается. Расколоться пополам светило не может, успокаивают специалисты. Но уж точно ничего хорошего подобный факт не сулит. Землю ожидают сильнейшие магнитные бури. А ряд исследователей считает, что уже в этом году на Солнце могут быть вспышки такой мощности, что их последствия будут сопоставимы с ядерной войной или падением гигантского астероида. Иногда происходят катастрофы такие масштабные, что погибает целая цивилизация. Природа – это ни садиста, ни убийца. Если она допускает гибель людей, то только для того, чтобы оставшиеся в живых поменяли свое мышление и делали адекватные выводы. Глобальная катастрофа может произойти в любое мгновение. Астероидная атака, нашествие внеземных захватчиков, климатические катастрофы и страшные землетрясения. Один только Йеллоустонский вулкан, чей кратер достигает десятков километров, способен уничтожить все живое на большинстве континентов, погрузив планету в состояние ядерной зимы. Переживет ли человек очередной апокалипсис, покажет последний день Земли, каким бы он ни был. Редактор субтитров А.Семкин